Да, это наша боль, не кормите птиц. Вся наша любовь к данным пернатым, а именно к голубям, превращается в то, что в этих дворах непонятно, что происходит. Но ещё одна картинка, достойный пример современного урбанистического вида. Ритейл-экспедиция уже в Новосибирске. За плечами остались Екатеринбург и Омск. Впереди Томск, Красноярск, Кемерово, ну и ещё много городов. Мы даже к экватору не подобрались. И при этом у меня уже, конечно, обилие мыслей по поводу того, что я вижу. И, знаете, когда мне говорят, а как же на периферии, вы знаете, на периферии более чем достойно. Если можно считать периферию, когда мы находимся в Новосибирске, это буквально центр нашей страны. Сейчас мы решили пожить в режиме такого классического жителя Новосибирска. То есть не в гостинице. Мы живём в новом квартале, где много нового жилья. И сегодня я свой день начала с того, что посмотрела, что есть внизу тех домов, которые окружает мой дом. Была удивлена. Очень много интересных вариантов, очень много примеров того, как когда сделан хороший жилой квартал, можно успешно жить, зарабатывать. И сегодня я успела с некоторым количеством местных продавцов поговорить. И они отмечают, что покупатель более 4 лет ходит в магазин, привык к ним по имени, естественно. Ну, классический, да, формат у дома. Твои поля корма. Кайф. Очень хорошо, очень хорошо упакованный магазин. Молодцы. Заморозка вашего производства? Да. Суптите, паприка, дякую. А у вас это получается, здесь порядка, наверное, 200 из каю, да? Которые ваши только. Ну, в смысле, вот видов товаров, что-то порядка 200. Вот я то, что вижу. Здесь колбаса жареная с печенью, которую я стала встречать, вот прям как во многих местах. Она действительно это как бы из новых поступлений? Да. Ой, еще и органическое удобрение? Да. Слушайте, но рядом с жареной печенью, это, конечно, ох. Нет, это просто как бы стоит тоже рекламка. Рядом строится большой фреш-маркет. И я уверена, что у него будет хороший потенциал развития. То есть он уже достраивается, судя по тому, что я увидела. Потому что вот та аудитория, которую я вижу, здесь она вот как раз целевая. То есть это молодые семьи с детьми, совершенно уже с другими немножко покупательскими ожиданиями. Знаете, очень здорово понимать, что такой покупатель тоже формируется. Но есть маленькая ложечка дегтя. Я сегодня как раз в режиме классического покупателя, который не готовит дома. Утром побежала, например, на работу. Надо перекусить, позавтракать с утра и дальше бежать. Я не смогла оперативно решить свой вопрос. Причем нашла круглосуточный кафе. Там кофейня есть, где есть куча вкусностей кофе. Но нет перекуса. А потом-то мы нашли кофейню, в которой были завтраки. Но надо понимать, что у этой кофейни просто нет какого-то дополнительной рекламы, указателей для того, чтобы к ней зашли за завтраком. Причем достаточно хорошо показано на их входной группе. Но ее не видно, если ты идешь в процессе поиска. Особенно, если ты новый житель. Или новый человек в нашем случае. И это, знаете, это то, что нельзя недооценивать. Потому что, особенно в новых кварталах, все-таки рекламой надо заниматься постоянно. Не думая, что уже все приехали и все все знают. Но это такие вот нюансы. Что еще здесь точно можно сказать по планам? По планам у нас посещение Добрянки, посещение Бастронома, посещение Рыбного дня. Это фирменная розница, достаточно интересная. Что еще по пути? Посмотрим. Посмотрим. И напоминаю, что все, что мы сейчас создаем в рамках ритейл-экспедиции, не могло бы произойти, если бы у нас не было партнеров. В частности, фирмы 1С, которой мы активно ведем проекты футболизации в изменяющемся мире. Если у вас есть какие-то кейсы, какие-то реализации интересные, расскажите нам об этом. Нам будет очень здорово, если об этом информация появится на нашем сайте. Также говорю спасибо партнерам выставки World Food, с которой мы делаем очень большой проект в рамках конференции. И если вы хотите стать одним из экспертов, спикеров на данной конференции, стучитесь к мне. Мне очень важно вовремя эту информацию получить. Ваше желание участвовать для того, чтобы в нашей программе вы были интегрированы. И также говорю спасибо МД Аудит, которые предлагают более внимательно посмотреть на операционные процессы ваших компаний, как сети, так и поставщика. И для этого вы можете скачать книгу, которую ребята подготовили. Она очень насыщенная чек-листами. Она просто удивительно полезна для тех, кто таким вещам, то есть именно операционным, относятся серьезно. Все те ссылочки, по которым я сказала, будут в прикрепленной внизу видео. Изучайте, скачивайте, делитесь. Ну а мы готовимся к новому съемочному дню. И до встречи в наших новых включениях, в новых городах. И смотрите за таймлайном, который ведется на сайте retail.ru в разделе «События».